Добрый день, дорогие ребята! Я рада приветствовать вас на уроке математики. Восточная мудрость гласит «Приобретать знания – храбрость, приумножать их – мудрость, а умело применять – великое искусство». Так давайте же на этом уроке будем руководствоваться этими словами. Мы продолжаем изучать тему «Свойства арифметических действий». На этом уроке мы повторим переместительные и сочетательные законы сложения и умножения. Будем развивать умение пользоваться данными законами при решении примеров, объясним распределительный закон и научимся использовать данный закон при вычислениях. Ребята, давайте вспомним «Свойства сложения и умножения». Первое свойство, которое мы с вами рассмотрели на прошлом уроке, переместительное. Для сложения это свойство звучит так. От перестановки мест слагаемых значение суммы не изменяется. И мы видим, что значение выражения 5 плюс 8 равно значению выражения 8 плюс 5. Для умножения этот же закон звучит так. От перестановки мест множителей значение произведения не меняется. И мы знаем, что 3 умножить на 17 равно 17 умножить на 3. Следующее свойство, которое мы с вами рассмотрели на прошлом уроке, это сочетательные. Для того, чтобы к числу А прибавить сумму чисел В и С, мы можем сначала найти сумму чисел А и В, а к полученной сумме прибавить число С. Рассмотрим пример. 5 плюс 15 плюс 8. Намного удобнее. 5 плюс 15 и к полученной сумме прибавить 8. Получается 28. Аналогичным образом это свойство выглядит и для умножения. Чтобы число А умножить на произведение чисел В и С, можно число А сначала умножить на число В, а полученное произведение умножить на число С. Смотрите, например, 5 умножить на 17 умножить на 2. Удобнее 5 умножить на 2 и полученное произведение умножить на 17. Получается 170. Как мы убедились из примеров, переместительные и сочетательные свойства значительно облегчают нам вычисление. Давайте теперь рассмотрим такое задание. Найдем площадь прямоугольника А, В, С, Д разными способами. Итак, первый способ. Чтобы найти площадь прямоугольника А, В, С, Д, нам нужно сложить площадь С1 и площадь С2. Мы знаем, чтобы найти площадь прямоугольника, нужно длину умножить на ширину. Тогда С1 будет равна А умножить на С. Соответственно, площадь С2 равна В умножить на С. Ну, а теперь, чтобы найти площадь всего прямоугольника, нам нужно сложить два этих выражения. А умножить на С плюс В умножить на С. Второй способ. Рассмотрим прямоугольник А, В, С, Д. Сторона А, Д равна С. Сторона Д, С равна А плюс В, потому что она состоит из двух частей. Чтобы найти площадь прямоугольника, нам нужно А, Д умножить на В, С. Мы получим следующую запись. Площадь равна С умножить на А плюс В. В итоге мы получили площадь одного и того же прямоугольника. Соответственно, мы можем приравнять два этих выражения. И у нас получится следующая запись. С умножить на А плюс В равно С умножить на А плюс С умножить на В. Решая предыдущую задачу, мы получили распределительный закон. Запишите, пожалуйста, в тетради нашу тему «Распределительный закон относительно сложения». При умножении числа на сумму можно умножить это число на каждое слагаемое и полученные результаты сложить. То есть, чтобы С умножить на сумму чисел А и В, мы можем С умножить сначала на первое слагаемое А, потом умножить С на второе слагаемое В и все это сложить. Аналогичным образом выглядит распределительный закон для вычитания. Запишите в тетрадь тему «Распределительный закон относительно вычитания». При умножении числа на разность можно умножить это число на уменьшаемое и затем на вычитаемое и из первого произведения вычесть второе. То есть, чтобы С умножить на разность чисел А и В, мы можем С умножить на А минус С умножить на В. Как же применяются распределительные свойства для вычисления примеров? Выполним такое задание. Вычислите и найдите ответы среди тех, которые у вас видны внизу на экране. Рассмотрим такой пример. 43 умножить на 16 плюс 43 умножить на 84. Как мы видим, данное выражение содержит одинаковый множитель 43. Поэтому мы сначала пишем число 43, умножаем, а в скобках записываем сумму чисел 16 и 84. Теперь уже это выражение мы с легкостью можем вычислить. 43 умножить на 100 получается 4300. Используя этот образец, попробуйте самостоятельно вычислить следующие примеры. Первый пример. Второй пример. Третий. И четвертый. Ответы у вас, напоминаю, находятся внизу экрана. Ребята, а теперь внимательно посмотрите на экран и выполните проверку. У вас должны получиться следующие выражения. Распределительные свойства значительно облегчают умножение многозначных чисел. Например, вам нужно выполнить умножение следующих чисел. 13 умножить на 12. Как быстро, не выполняя вычисления столбиком, найти значение этих произведений? Посмотрим на образец. Например, нам нужно 14 умножить на 16. Разложим число 16 на слагаемое 10 плюс 6. У нас получится выражение 14 умножить на 10 плюс 6. И вспоминаем правило. Чтобы число умножить на сумму чисел, мы можем это число умножить на каждое слагаемое, а потом полученное произведение сложить. У нас получается 14 умножить на 10 плюс 14 умножить на 6. Эти умножения уже выполняются очень легко. 140 плюс 84 равно 224. Рассмотрим еще один пример. 37 умножить на 25. Представим число 37 как разность чисел 40 и 3. И умножим эту разность на 25. Опять же вспоминаем правило. Для того, чтобы число умножить на разность двух чисел, мы сначала число умножаем на уменьшаемое, а затем это число умножаем на вычитаемое. И потом из первого произведения вычитаем второе. У нас получается запись. 40 умножить на 25 минус 3 умножить на 25. 40 умножить на 25 – это 1000. 3 умножить на 25 – это 75. Выполняя вычитание, находим ответ – 925. Ну а теперь, ребята, сами, используя данный образец, найдите произведение заданных чисел. Ребята, наш урок подходит к концу. Сегодня на уроке мы с вами вспомнили переместительные и сочетательные свойства и разобрали новые свойства распределительные относительно сложения и относительно вычитания. Я думаю, что данное задание, которое будет вам предложено на дом, не вызовет у вас никаких затруднений. Первое задание. Известно, что b плюс c равно 21. Найдите значение выражения, используя свойства сложения. c плюс b плюс 3, c плюс 17 плюс b, 5 плюс b плюс c, c плюс b плюс 7. И второе задание. Используя распределительные свойства, вычислите 12 умножить на 15, 34 умножить на 25, 79 умножить на 125, 56 умножить на 23. Ребята, и в заключение разместите себя на той ступеньке, на которой вы находитесь после нашего урока. Нуждаюсь в помощи. Нужно еще повторить. В основном уверен и уверен в своих знаниях. Ребята, на этом наш урок окончен. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...